Министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретятся сегодня 28 февраля для переговоров по проекту мирного договора. Соглашение об этой встрече было достигнуто 17 февраля в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, где состоялась встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном с участием канцлера Германии Олафа Шульца. Накануне, 26 февраля, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в беседе с журналистами, что в ближайшие дни встретится со своим армянским коллегой Араратом Мерзаяном. После чего МИД Армении официально объявил, что встреча состоится 28-29 февраля в столице ФРГ. Таким образом, после долгого перерыва Германия во второй раз предоставит площадку для переговоров главам МИД Азербайджана и Армении. Означает ли это, что вслед за московской, вашингтонской и брюссельской платформами появится еще одна переговорная площадка, берлинская? Следует напомнить, что за последние два года брюссельские и вашингтонские форматы в целом вытеснили московский формат. Представители сторон на уровне министров иностранных дел встречались в Вашингтоне, а на уровне лидеров преимущественно в Брюсселе или в других европейских столицах. Однако активное посредничество Запада так и не дало ожидаемый результат заключения мирного договора. Вследствие чего уровень доверия Азербайджана к посредничеству Запада резко снизился, тогда как Армения, в свою очередь, открыто выражает недоверие московскому формату. Кроме того, армянская сторона не слишком позитивно восприняла предложение Баку провести переговоры на территории нейтральной страны или на границе Армении и Азербайджана, что в итоге и привело к длительному перерыву прямых переговоров. Тем временем Россия продолжает настаивать, что главный смысл участия Запада в армяно-азербайджанских мирных переговорах — это стремление выдавить ее из региона Южного Кавказа. Вследствие чего Москва оказывает на Ереван сильное политическое давление, принуждая армян отвергнуть посредничество Запада и искать пути регионального мира именно в России. В столь сложной ситуации канцлеру ФРГ Алафу Шальцу удалось установить после долгой паузы прямой контакт между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении. Правда, нет никакой информации о том, что в кулуарах Мюнхенской конференции был достигнут хоть сколько-нибудь заметный прогресс на армяно-азербайджанском треке. В частности, как пишут армянские СМИ, это подтвердил и сам Никол Пашинян в закрытом разговоре со своими партнерами. В то же время, сам по себе факт, что стороны согласились на диалог глав МИД, свидетельствует об определенных позитивных изменениях, связанных с намерением сторон продолжить переговорный процесс. В любом случае, даже намерения в этом направлении уже снижают вероятность вспышки новой эскалации на Южном Кавказе. Особенно на фоне недавних вооруженных инцидентов на армяно-азербайджанской границе. Отметим также, что организацию мюнхенской встречи лидеров Азербайджана и Армении нельзя считать заслугой только канцлера Шольца. Накануне отдельной встречи со сторонами провел госсекретарь США Энтони Блинкин, а высокопоставленные дипломаты Госдепартамента провели переговоры с главами МИД Азербайджана и Армении. Таким образом, свою роль в продолжении переговоров между сторонами в Берлине сыграла и американская дипломатия. В то же время, было бы преждевременно говорить о появлении нового, немецкого формата. Во многом это будет зависеть от уровня продуктивности завтрашней встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в столице ФРГ. Впрочем, уже очевидно, даже если будет сформирована Берлинская платформа, переговоры по-прежнему продолжатся при прямом посредничестве Запада. Следовательно, политическое давление Москвы на Ереван будет продолжаться. Поскольку позиции Азербайджана, недовольного ролью Брюсселя в регионе и заявляющего, что деятельность наблюдателей Евросоюза в Армении усиливает напряженность, Россию полностью устраивает. Напомним, Германия является одним из ведущих членов Европейского Союза, и часть миссии по наблюдению за границей в Армении сформирована именно из представителей этой страны. В такой ситуации возникает закономерный вопрос, будет ли Азербайджан заинтересован в формировании Берлинской платформы. В то же время, в преддверии встречи в Берлине, официальный Баку повторил свое требование к Армении принять его условия для достижения мира. Одно из этих требований к Еревану – раз и навсегда отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и зафиксировать это в новой редакции Конституции Республики Армения. По мнению экспертов, вероятность того, что Армения примет это условие, чтобы начать прямые переговоры весьма сомнительно.